приветствую приветствую всех кто меня смотрит слушает и помнит о том что я вообще есть вот сегодня видео будет в перчатках объяснение этому 2 то есть первое объяснение то что у меня есть срезан палец замотанный а во вторых их чтобы не лапать ну и чтобы еще раз не срезаться потому что они еще не заточены но они уже очень острые и любое касание какое-то случайное до острия не заточенного я имею ввиду грозит глубоким таким приличным прорезом пальца это клины 75 процентов клины не стопроцентные но даже для меня это было впервые это 70 процентов клин выведенный в ноль то есть выведены в ноль а как стопроцентный клин вот так вот то есть для чего это сделано чтобы была максимально правильная геометрия и чтобы какой-то дать фору опять же дать фору любому производителю до клин можно сделать просто как у всех примеру те же опять вот я просто чтобы понимали о чем я говорю почему я всегда пример привожу там немцев и англичан там японцев там и прочих 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 там буржуев почему потому что чтобы вы имели просто представление что я делаю что перед вами вот допустим если сделал бы допустим английский клин то там была бы тончайший но подводка здесь ее нет то есть здесь сейчас листочек найду сведенную в ноль но еще не за точно так поэтому после заточки будет настолько тонкая кромка что вы просто даже в микроскоп только если увидите вот как-то так сейчас покажу вам то что никто никогда не показывал я в принципе тоже это способ не для бритв но то есть резать бумагу да 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 способ не для бритв но не для бритв заточенных не вздумайте никогда заточенной бритвы и резать бумагу вы просто сделаете крошево из заточки она будет настолько мелко чтобы его не заметить и но потом бриться будет невозможно должна быть драть вот так как они сейчас еще в заготовка это заготовка она не заточены и вот я там видать как бы вот так вот показать чтобы видно было вроде видно вот не повторяйте это никогда почему потому что заготовки они бывают только вот у меня на столе у вас руках уже заготовки не будет у вас будет полноценной бритва и поэтому если вы сделаете так она вас будет шикарно резать бумагу все там будет все будет здорово там хоть карандаши затачивать будет шикарно но после этого нужно будет заново менять заточку менять как то есть опять выходить заново на кромку и заново его зашлифовать заполировать то есть опять как будто с нуля за перетачивать прям с нуля они будут поправить только поправить там мелким камнями уже после бумаги то же самое у вас не получится с виду будет все хорошо все будет зеркально она будет драть дальше длинное предисловие да это сталь у 8 а хитро кованая так вот скажем помните может в каком-то я видео вам как-то тут зарекался говорил что я как-нибудь сделаю из такой стали бритвы и вот они перед вами то есть говорила это давно еще в том году а в этом году вот первый выпуск из этой стали чем стали отличается от остальных она так интересно скована то есть я придумал просто такой способ я уже испытал там уже потестировал там все сделал она имеет твердость 60 60 с половиной единиц но для бритья это одно из самых мягких вариантов то есть она при своей жесткости приличной жесткости то есть опять которую не может который не может похвастаться более никто она мягко бреет то есть я у меня дома теста я на тесте то есть уже все испытывал всякое там на ней издевался мне было принципе 21 сломанный другой целых и вот как-то так поэтому вот это вот у 8 а марка стали но сковано что то есть выгодно все именно в том направлении чтобы получились именно бритвы именно мягкие именно долго держащие заточку все для них и так это то есть я просто показываю сегодня что я все на данный момент вот уже делаю я не хотел еще показывать я вчера еще мог там за вчера еще снять видео на думаю надоело наверно вам со своими там бла-бла-бла-бла и поэтому не снимал просто просто изо дня в день но это сложные работы вот этот данный момент я с ними опять заморочился опять делаю дороже но качественнее всегда хочется вот делаешь примеру и хочется сделать что-то где-то там дешевите где-то что-то еще выгадать по цене а потом начинаю думать с другой стороны и понимаю что это я делаю во вред себе во вред тому кто ее возьмет и будет пользоваться то есть есть бритва просто бритва есть хорошая бритва а есть отличные бритва вот это вот к этим вариантам относится отличный бритва да дороже но вы получаете продукт который будет вас радовать за которую вам не будет стыдно и мне не будет стыдно вот ну что ж давайте покажу каш перчатках это то еще занятие но лучше в них чем без них вот шлифовка видите наверно сами она не в зеркало сделаны все умышленно ну тут кромку вы не увидите потому что ее нет она в ноль не откроем то есть сейчас бери бери столько жестко брить потому что надо ее выполировать то есть это бритву нет не нужно затачивать ее сейчас просто нужно сразу начинать шести тысяч и выше то есть тут нет того момента то есть как вот вывести выйти на кромку она уже на кромке то есть в таком вот еще вот заготовочном состоянии вот если бы я пример полирнул этот вариант сделал там красивый зеркало там туда-сюда то смотрелось бы конечно о презентабельный давайте так скажем но был бы крепкий проигрыш в четкости геометрии что очень важно для бритв именно бритв то есть если бритва красивая и заполированная это далеко не значит что она отличная вот так и давайте скажу вам будет правильно клиночки небольшие игорь игорь города артемовский спасибо приветствую кстати спасибо за помощь своей страны я с тебя еще помощь попрошу тоже давай не отказывай если что игорь нефтьюганск привет та-та-дам что я еще давайте сразу вопрос начну показывать она не принципе почти одинаковый нот вот здесь чуть-чуть уже чем здесь сейчас все подробно давайте рассмотрим не буду никуда торопиться потом говорить ой забыл ой там еще что-то вот там был закругленный обушок здесь обушок ромбообразный вот так видно все граники вот тут даже видите граника такая вот как там ее в картах там крести губи вини ну вот как вам подзоветесь как она вам вот то есть геометрия у всех одинаковая разница там по ширине по толщине принципе все одинаковое то есть какие-то вид формы там играются тоже имеется разница вот этот по уже например давайте сразу какой-нибудь фигнюльку найду чем можно замерить окажет такими вещами не меряю не любитель я таких вот неточностей но просто пускай будет так сколько у нас тут а у нас тут 17 миллиметров ширина это не самый широкая лезвие не самых широких вот так показать получится не получается еще на время как всегда протираю на ходу тоже ромбообразный но без вот этой вот площадке есть такой ромбообразный вот такие вот клиночки это два поуже это самые то есть узкие варианты из вот всех этих 6 штук в голову просто сейчас пришло такая пришла мысль еще одну штуку неделька но недельки должны быть они все из-под штампа а у меня они имеют отличие вот по той же ширине примеру по лезвия имеет отличие поэтому недельку они не вкатывают все же для меня принципе вообще непонятно вот это вот момент вот этой недельки баловство какой-то представляете там недельку убритесь недельку управите то есть что одной бритвы никак ну видимо раньше люди любили показать у кого палец больше может есть какой-то в этом смысл сакральный не знаю не знаю ничего такого я определенного не скажу потому что не знаю вот такие вот клиночки у меня на данный момент они уже полностью выполнены и следующий заход я уже буду делать для них оправы оправы будут темного цвета скорее всего или акрил или древесина какая-то черный может даже вот типа там этого зерикота примеру ну что да у меня как-то кто-то спрашивал оправу бритве то есть у меня вот на данный момент вот вот я показывал недавно это право лежит у меня вот две широких из кости их наверно куда подгоню все таки потому что они очень широкие для огромных бритв были задуманы вообще но вот этого примера с трещинкой а ее видно даже вы видите вот ту которую вы спрашивали она у меня в крематории давным-давно уже вот такой вот у меня крематорий то есть там давай туда уходит все что пошло не по плану это так вот то есть летом такого не будет зимой туда быстро все уходит на данный момент еще расковывается у меня такая же вот 8 сталь это у меня изначально 8 миллиметровая я просто ее по плоскости загоняю до толщины и более меньшей чем она изначально давайте что замерим вместе потому что я сам не знаю где-то 7 с чем-то должна быть давайте вот тут начал замерим на эрли а у нас тут у 8 вру вот это должно быть меньше того здесь уголки закруглял 7 и 8 7,8 вот кую новые заготовки расковываю из 6-ти миллиметровой 6 с половиной где-то даже на мне будет следующие будут но это когда еще будет то есть вот примеру вот вот этот клиночек узкий показывает толщину 7 и 7 7,7 миллиметра видите тоже опять же разница и так вот во всем чуть-чуть понемножку где-то что-то что-то как-то на совсем будущее ничего не скажу загадывать не буду потому что сам не думаю даже не знаю что буду делать я вообще хотел с дамаском поработать а тут вот связался с этой стали просто захотелось мне эту сталь наконец-то вывести в свет наконец-то то есть который я еще прошлого года анонсировал говорил мол да 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 все сделал все будет мне заготовки уже с того года лежат в полосе там такой вот короткой упаковки называются то есть вот таких вот примеру таких вот фиговинах они у меня лежат я уже из них вырезаю просто сталь давно уже это сделано думаю что уже следующим этапом будет это готовые бритвы заточенные бритвы я еще кстати тут размышляю смотрю как меня по деньгам не если я смогу себе позволить то я одну бритвку отправлю игорю на заточку всем известному сточнику который умеет затачивать мои бритвы которые хорошо затачивать мои бритвы то есть отлично давайте скажем так хорошо заточить это многие могут отлично сточить далеко не многие и заодно он уже сможет протестировать то есть как бы ее в деле побриться сказать пару слов ласковых уж не знаю неласковых каких скажет такие будут то есть я всегда за критику здоровую критику которая именно вот максимально замешана на правде вот такую я критику если там хоть есть грамм неправды то все она меня начинает подбешивать вот вот игорь который затачит мои бритвы он всегда именно говорит вот эту правду правду чистую прямо матку правду замешивать и вам ее выдает вот игорь снефтьюганска который вот меня берет бритвы ими тоже бреется вам рассказывает что как почему тоже тоже чисто правда поэтому я всегда за если не сказали плохое слово мою сторону это без обид просто я принимаю сведению и правлю следующих уже работах правлю чтобы таких высказываний больше мой адрес не было и это не обид к а это просто как бы как бы просто дает мне движение думку то есть чтобы исправить имеющиеся какие-то там ошибки вот хотя и они не о чем эти ошибки примером даже может какие-то они мелочные никто на них внимание обращает но я всегда обращаю внимание на мелочи поэтому мне всегда интересно услышать мнение со стороны то есть человека понимающего бритвах не вот там что и можно бриться я начали складываться может а вот то есть намного шире может охватить вот тут диапазон связанные с бритвами и поэтому всегда всегда интересует имей ладно вот потихоньку собираться что-то уже выдохся крепко поэтому до следующего видео когда уже буду показывать вам готовые собранные бритвы что в итоге получится по правом пока еще не думал что будут собирать потому что я уже наверно говорил что примеру такие вот варианты они малы не так не хотят никак сделать под мой размер то есть под мои бритвы вот вот такой вариант хотя впритык подойдет но как-то мне кажется вот к этой классической форме это будет как-то несерьезно поэтому я думаю что в итоге наверное вот такая вот древесина будет более гармонировать рога у меня нет пока я рок заказал белый тут на последние деньги как говорится жду пока он приедет пока чего там много воды утечет конечно но и рок там у них всегда узкий такой какой-то укороченный далеко не факт что он просто подойдет ладно все пока какой-то будем думать пока борды тоже делаются но очень медленно прям чисто так вот появилась там час то есть продернул продвинул не появилась дальше лежат вот какой-то это из ореха толстые такие вот раньше такие были помните наверное а так пока лежат все спасибо за внимание увидимся